здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале я врач стоматолог высшей категории буряк юлия алексеевна и сегодня давайте поговорим о отбеливании зубов отбеливание зубов это процедура при которой идет очищение твердых тканей зуба от пигментации утрата белизны зубов происходит по нескольким причинам первое это возрастные изменения второе вредные привычки курение употребление большого количества крепкого чая и кофе а также некоторые напитки которые тоже очень сильно окрашивают эмаль зуба также к этим факторам можно отнести лечение ротовой полости и желудочно-кишечного тракта какие виды отбеливания существуют химические используется высокая концентрация перекиси водорода минус это очень болезненные ощущения при этой процедуре и раздражение мягких тканей полости рта эндоотбеливание используется на зубах которые ранее были депульпированы то есть удален у них нерв и идет изменение цвета этого зуба врач скрывает такой зуб в полость зуба кладется отбеливающий реагент закрывается временной пломбой пациент отпускается на определенное количество дней и по при повторном посещении мы наблюдаем идет изменение цвета в лучшую сторону и мы решаем для себя оставляем мы еще новую порцию вкладываем либо этого достаточно то есть все зависит от того насколько изменен цвет зуба фото отбеливание это более современный метод отбеливания менее болезненный для пациента сначала изолируется слизистая вся очень хорошо наносится на зуб перекись водорода 35 процентная и с помощью специальной лампы активизируется этот гель и идет отбеливание в несколько этапов обычно это три сеанса по 10-15 минут с перерывами чтобы пациент отдыхал и после этого наносится специальный содержащий фтор гель чтобы уменьшить чувствительность зуба и восстановить эмаль после такой процедуры и существует лазерное отбеливание это самое новое поколение отбеливания при котором на зубы также наносится специальный гель и уже активируется с помощью лазера это самый надежный метод отбеливания при котором можно изменить цвет эмали до 20 тонов представляете кому нежелательно даже я бы сказала нельзя делать отбеливание первое это подростки и дети до 18 лет это беременные женщины к ним можно даже отнести и кормящих я кормящих тоже не беру пациенты с винирами коронками пломбами трещинами сколами и стираемости зубов таким пациентам отбеливание противопоказано то есть для того чтобы отбелить зубы у вас должны быть здоровые зубы без пломб обычно отбеливаются зубы от 5 до 5 это линия улыбки верхняя челюсть и нижняя челюсть и отбеливается вестибулярная поверхность то есть лицевая сторона зуба которую вы видите когда улыбаетесь хочу остановиться еще на домашнем отбеливание да оно существует и довольно таки неплохо но сразу скажу что вот эти все полоски лаки отбеливающие пасты это метод неплохой но он малоэффективный всего лишь максимум на два тона меняется цвет эмали и держится максимум до месяца а вот отбеливание домашнее с использованием кап да я такой метод одобряю в капы вносится перекись карбамида меньшей концентрации чем перекись водорода для кабинетного отбеливания фото отбеливания подбирается индивидуально каждому пациенту контролируется врачом вы всегда на связи если вдруг появляется какая-то чувствительность либо раздражение мягких тканей вы всегда можете прийти и получить консультацию либо лечение направлено на устранение этих проблем но самый лучший результат даже до двух лет будет если вы сначала сделаете кабинетное фото либо лазерное отбеливание и потом как я говорю добьете это все домашним отбеливанием с использованием кап вот тогда в таком тандеме получится все идеально плюс кабинетного отбеливания что вы не тратите много времени на него и получаете через полтора часа желаемый результат врач работает только сертифицированными материалами контролирует боль если она есть и нет вероятности повреждения мягких тканей вы получите исчерпывающую информацию по поводу того как подготовиться к отбеливанию и как себя вести после отбеливания есть нюансы некоторые продукты стоит исключить на 48 часов я так называю это белая диета все красящие продукты нужно исключить желательно исключить кофе и чай и по возможности сигареты но это не значит что тем кто заядлый курильщик не стоит отбеливать зубы нет я не согласна с этим стоит отбеливать результаты превосходные единственный нюанс что таким пациентам желательно поддерживать отбеливание с помощью кап домашних условиях и каждые 3-4 месяца приходить на профчистку зубов и хочу обратить ваше внимание никогда не ведитесь на слишком дешевую цену отбеливанию зубов в кабинете у врача значит это некачественные гели некачественная лампа естественно результат будет недолговечным всегда спрашивайте у врача какой лампой он работает какими гелями прошел ли он курсы по отбеливанию что немаловажно а для тех кто уже принял решение и хочет быть обладателем белоснежной улыбки рада сообщить что я провожу такую процедуру использую лампу beyond сертифицированные гели этой же фирмы всегда контролирую процесс отбеливания на связи с пациентами 24 на 7 и рекомендую домашнее отбеливание с использованием кап которые сама тоже изготавливаю и как правило все пациенты остаются довольными на долгие месяцы и даже годы для записи пишите в комментариях либо в личных сообщениях все ссылки на соцсети указаны в описании под каждым видео я желаю вам быть здоровыми счастливыми и верить в лучшее всем пока пока